И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved на сервере Tamagotchi с модом Anunnaki. И я начал специально снимать ночью, потому что хотел вам показать вот такую вот штуку. Так, ну во-первых, так, давайте-ка я сейчас на более ровную поверхность выйду, так сказать, во, а то он как-то вперёд слишком наклоненный, а теперь как-то вбок слишком наклоненный, ну ещё чуть-чуть внять люди прям. Заодно покажу функционал... Ой, блин, это был пролаг. А, всё нормально. Функционал, так сказать, такой базы. И расскажу, что-то когда-нибудь. Ну, во-первых, светильнички. Светильнички у меня из... Мода S+, и хорошие светильнички. Здесь два поставил, чтобы они освещали. У меня... Ой, блин, сейчас начал откатывать, и вот, да, скоро вайп будет такими темпами. Вот. Специально поставил два светильничка так, чтобы они освещали вокруг сзади. Именно сзади. Но, чувствую, что-то у меня не хватает. Слушай, так у меня... Нет, трамп не хватает. Какого ляда у меня тут трамп не хватает? Ну ладно. Шесть же вставил, в итоге у меня осталось только четыре. Не знаю почему, но да ладно. С этим я потом разберусь. Построил, как видите, в четыре фундамента. О, в шесть фундаментов. То есть, в два в ряд и шесть в длину. Вот. И здесь по бокам поставил металлические потолки. Возвел стены. Здесь у меня стоит генераторная. Поэтому на двухэтажную можно, конечно, на двухэтажную поставить. Да ладно, поставил так, как есть. Генератор у меня стоит из мода S+. Он тихий. Розетка, провод, все стоит из мода S+. Поэтому вы не видите ни проводов, ничего. Что очень офигенно. Чтобы поставить мостики, мне пришлось поставить два потолка. Только к ним мостики стыкуются. Опять-таки же из мода S+. Здесь у меня стоит крафт-тейбл, крафт-стейшн, у которого 300 слотов. Почему я его использую? А потому что здесь реально можно все закидывать. И, как я уже говорил, здесь легко найти, допустим, именно лутаться легко. То есть, если у вас случайно анкилозавры перегружены, а давайте я вам покажу это на практике. Вот, кстати, как получается легко. То есть, именно для этого мостики стоят, чтобы легче было залазить. Если у вас анкилозавр перегруженный, то вам не придется вручную перекидывать. Вот, смотрите, видите? Оп, сел, и все вокруг светло, ясно. И нет лишним, так сказать, незачем лишний раз заморачиваться. Вот, спускаемся вниз. Допустим, добываем ресурсы. Больше, больше ресурсов, больше, больше ресурсов. Вот. Вот, такой вот классный анкилозавр. Именно анкила. Почему анкила? Ну, вы же подсчитали название. Когда быть большое количество грибов, и все в таком духе. Вот. Поэтому, как бы, именно анкилозавр. Он добывает больше всего количества грибов. Вот, смотрите, я не могу двигаться. У меня перевес ядреный. Ой, не здесь. Не здесь перевез. Вот, ядренный перевес, я не могу уже двигаться. И все. Что делать? Вручную перекидывать. Понятное дело, вручную. Оп. Запрыгиваю. Но. Смотрим в инвентарь. Нажимаем пул. Находим здесь кристаллы. От слова кристалл по-английски, от через С. И забираем все. Во-первых, они сразу стакаются. А во-вторых, смотрим сюда. Нет перевеса. Соответственно, мы уже можем спокойно, либо дальше лутать. Ну, понятно, чтобы дальше лутать, нужно абсолютно все. У него в выгребсе, то есть это стоун, камень. А, ну металлическая руда, понятное дело. Хотя она не сильно занимает веса, но все же. И так далее. Вот. Как видите, грибы добываются таким способом очень в большом количестве. Ну, очень крайне в большом количестве. Поэтому, как бы, сильно заморачиваться с этим нет смысла. Как добывать грибы, я показал. Легко. Легко. Кецель, анкилозавр. И нет проблем. Тысяча десять предметов. Прикольно. Вот. Вот. Находим стоун. То есть камень. И так же весь сюда переносим. А, ну можно и металл сразу же заодно, чтобы немножечко тебя разгрузить получше. Вот. Так вы видите, добывается очень большое количество ресурсов. Да. Это 10х. Ну, теперь представьте. Двести... То есть двадцать восемь грибов. Допустим, даже 378 кристаллов. И 373 металла. Это на 1х рейтах. Прикиньте, да? Вот такие вот дела. То есть я сразу говорю на 1х рейтах. Так сказать, вы уже сами все умножите. Вот. Поэтому как бы в этом плане, во-первых, анкилозавр чем хорош? Сейчас смотрите. Сейчас немножечко вырулю. Встаю здесь. Ну, почти достал. Да ладно. Во. А лутаю там. То есть есть даже некоторые места, когда кристалл забаганный в текстуре. А я его лутаю благодаря анкилозавру. То есть он очень-очень-очень в этом плане хорош, твою мать. Единственный минус огроменный. У него очень крайний, чертовски сильный разгон. Точнее, разворот. И это просто обздец как тяжело. О, залез отлично. Вот. Но опять-таки же, чем бы адас анкилозавр хорош? Тем, что благодаря ему у меня сопротивление холода есть. В ауре. Что довольно-таки себе неплохо. Вот. Ну, собственно, как добывать большое количество грибов я уже показал. Так, давайте-ка я все это заберу. Ну, это, кстати, 280 это с этого захода, а 280 это с другого захода. Там другой островочек был. Ну, как вы видите, два островочка таких, и вот они все ресурсы. С этих двух островочков. Неплохо. Я считаю, что неплохо. Так, теперь погнали. Кстати, на такую систему можно также автотурели поставить, чтобы они защищали вас от всякого говна и так далее. Тут уже на ваше усмотрение. Кстати, островочков вы сами видите сколько много. Погнали. В общем, отсюда. И давайте уже посмотрим, как добывать чертовы цветы. Да, добывать цветы можно с плотин. Добывать грибы можно с плотин. Но там опасность большая в том плане, что... Кастреидесы... Бобры, во! Я даже Кастреидес быстрее вспомнил, чем... Бобер. Блин, что-то со мной не то. В общем, бобры, они очень агрессивны. Не любят то, что лутают у них плотины, поэтому они будут нападать. Кстати, я же играю на Анунаке, что означает, аккуратнее надо летать около болота. Во-первых, здесь что-то накосячили с модом или что, и змей сраного тучи. Ну, а во-вторых, тут дрейки где-то летают недалеко. Обычно здесь в этом районе синий дрейк летает, а это уже немного фигово. Кстати, как вы, надеюсь, заметили, либо не заметили, не знаю, это Кицаль у меня чемпион. Что означает, у него веса сраного туча, скорость я ему скачал 150, что, думаю, вполне предостаточно. Вот, и сейчас ему понемножечку качаю вес. Хочу добить, ну, хотя бы до десяточки, и на том будет хорошо. Кстати, вес, как вы видите, уже 2400 забился, и это офигеть как много. Так, ну-ка, зависни. Офигеть как много, это в основном весит кристаллы. Ну, я как хочу. Я тут делал уже заход, я как бы все эти кристаллы выкидывал, все дела, и все хорошо. Но, что я сейчас хочу сделать? Я сделаю домик для гостей. Реально домик для гостей. Ну-ка, давай, залази. Ну, давай, залази. Кстати, вот эти вот catwalk, то есть мостики, они не дают упасть с головы. То есть, вот, видите, змея летит, змеиный блиндождик. Вот, вот эти catwalk, они не дают упасть тебе за пределы. То есть, ты встаешь на голову, и ты лево-право никак не упадешь, и это хорошо. Вот единственный вариант только сесть за кицаля. О чем я говорил? В общем, я выбрасывал все, все эти кристаллы, весь камень выбрасывал. А сейчас я хочу, я уже начал подготавливаться ко всему этому, но решил пойти, во-первых, проверить... Так, стоять. Ты что, автоматически выключаешься днем? Или не автоматически? У этих, кстати, светильников есть такие режимы. Через сетинг. То есть, они могут включаться, автоматически выключаться. Neville auto-выкл. Я не знаю. А, здесь, наверное, это... Не, давай вот это вот. Вырубим, короче, тебя. Great. Окей. Чтобы ты автоматически не выключался. Энергия, как говорится, тратит одинаково. А суть в том, что иногда это не нужно. Где летать, лутать цветочки? Цветочки лутать на болоте. И это основная проблема. Именно для этого мне сейчас нужно будет накинуть парочку кроватей. И где-нибудь здесь припарковаться. Лутаются они с... А, я даже знаю, где лучше припаркуюсь. Не здесь. Здесь чутка опасно. Я припаркуюсь в другом месте. В общем, лутаются они с определенных камышей. Которые растут около болота. Около воды, около болота. Но в основном около болота. Насколько я знаю. Вот. Поэтому, как бы, я сейчас лечу именно туда. Сейчас немного подлутаюсь еще. Сделаю кровати, раз я уж такой его потряс и забыл про них. Вот. Поэтому, как бы, так все сделал. Так вернулось уже. Фу. В общем, если честно, то вулкан даже сейчас кажется такой некий безобидный островок по стороне нее. Со всеми этими маленькими островками, где раньше царил мир да покой. То элитные дела фазавры, то еще что-нибудь. А эти индейки, так вообще полный обздец теперь. Сарка вылазил. 120 левел. Ну, конечно же, я его убил быстро, но все равно. А так здесь вообще змей тонно. В общем, полный обздец. И приключений я себе тут надыбал немало. На тот маленький островочек. Вон там, видите, островочек. Туда приземлился. Ну, думаю, ну там полутаюсь. Ага, приземлился. Прайм-альфач-дефлозавр. Да ну нафиг. Ну, в итоге, путешествовался я и приключений себе надо было немало. Ну, зато и Кетцель левел лапнул, и Анкила левел лапнул. Так что все вполне себе неплохо. Так, ну-ка, голову поверни. Молодец. В общем, летим мы, понимаешь ли, и летим. Поставил три кровати. Поставил все их в ряд. Не в ряд, а в одном месте. Для чего же стоят кровати? Кстати, рампы, видите, поставил деревянные. Ну, хотя бы такие. Металла не хватает немного. Вот. Почему я поставил кровати? А в тот случай, если я сдохну как говно. Вот. Потому что, ну, как вы понимаете, да? Мало того, что тут змей тонны и так далее, так еще и... Как этот... Карпо, что-то там. В общем, маленький крокодильчик. Это еще та сволочь. Просто сед... Этого... Седока просто на ура сбивает. Так. Давайте я сейчас точно посмотрю по карте что-то, когда-где. Чтобы не ошибиться. Вот. И уже включусь, рассказав что-то, когда-где, так сказать. В общем, болото. А точнее, берег около болота. И... Все бы ничего, но... Вот это последнее обновление на сервере, именно у нас на сервере, сраного туча долбанных сраных змей... Четко напрягает. Особенно с тем фактором, что торпор... Довольно-таки нехилый у них. То есть, один раз ударил, как говорится, и все, кердык оглушился. Это очень-очень-очень-очень сильно меня не радует, но, к сожалению, деваться некуда. А вон и, собственно, и сарка летает. Так, давайте-ка приглядываться, где, что да как лучше пытаться сделать. Нет, тут сраного тучи змей. Давайте искать другое место. Есть одно местечко, где... Можно найти место, так сказать, в одно местечко, где можно найти место. Конечно, да. Тавтология. Вот. Есть одно местечко, где можно попытаться подойти к болоту, где нет ни сраных пауков, коих тут-то сраного туча, ни сраных змей раньше не было. По крайней мере, я летал до змей же точно, поэтому их и не было. Вот. Но попробовать можно. Попробовать можно. И если в это срань господня из такого количества змей и там будет, то, да, это будет проблема. Кстати, рейтинг сбора у анкилозавра самый огромный. Как для грибов, так и для цветков. Что довольно-таки само по себе неплохо. Не, смотрите, я сделал такую графику, а игра все равно говорит, не, чувак, все нормально, ты можешь спокойно летать и прогружать карту мира, и тебе не будет лагать неплохо. Как-то даже неожиданно, я бы даже так сказал. А, кстати, спасибо еще Адзака за то, что мне Prime Gigantopitheca, ой, альфа-гиганта Питека, подарил тоже. Ну, так сказать, кстати, он не умеет кидать. Твою мать, да здесь такая же странь господня творится. Столько же странных змей. В общем, он не умеет кидать по-нормальному, как обычный гигантопитек, он просто сбрасывает себя с башки. А именно на башке-то у него и сидишь. Поэтому он как бы не удивительный, из-за чего он не умеет кидать человеком. Вот, ну и спасибо ему, конечно же, за Топижару. Я Топижар-то увидел поздно. Топижара тоже большого левела. И довольно-таки прикольно. Блин, срана вам мать. Это долбанный, конченный змей. Надо писать администратору все. После серии буду писать администратору, какого ляда это дерьмо здесь в таком количестве летает. Потому что если так продолжится, ну не, ну прикиньте, это тоже самое, что сказать. Вот, чувак, смотри. Это вода. Это оазис. Это живительная сила. Ты можешь пить сколько угодно. Бесплатно. Так убей, пожалуйста, этих 50 тысяч змей, и все будет пучком. Это примерно тот же самый эффект, когда говорят, вот, пожалуйста, болото, короче. Ты можешь ултать на этом болоте все, что угодно. Но, извините, чувак, там змей странного туча. Вот. Я сервер буду менять, ну и, понятное дело, если я поменяю сервер, то это, во-первых, лаги. Да, я не поддерживаю лаги. Но, знаете, я даже как-то скрипя сердцем играю и с лагом. Именно серверные лаги. Не мои. То есть это откаты, все дела. И я скрипя сердцем, я играю в этом, на этом сервере, но то, что я просто сраного туча времени трочу на залутание сраных цветов, это, конечно, да. Это уже полный капсдам. Ненавижу я такую фигню. Не, ну, смотрите, эти змеи странные везде. Пауки, он, змей. Отлично. Сибирь. А здесь вообще странного тучи змей. Здесь еще будет больше. Они тут всегда их тонну. И, самое главное, от них никак не избавиться. Они с ним обратно падают. Убьешь одну, появится 10. Сраное говно. Вот. И, собственно, лутаются они только на болоте, эти, толпун, точнее, растут толпунцы. Вот, смотрите. Мирный, добрый островочек, на котором сраные змеи теперь. Я ненавижу эту игру. Ладно, поищу еще немного. Кстати, видите, задние фонари включены? Они включились. Как только становится темно, они включились. Автовключение, автовыключение. Прикольно. И, кстати, это очень плюс тем, что, допустим, металлическая конструкция очень сильно блестит. И днем это реально напрягает. Офигеть. Автовкл, автовыкл, это классная штука у них. И они вот сами включились, и все. Я только сейчас заметил, стал отиметь, и я начал замечать это. Круто. Ну, а я ищу дальше. В общем, пока мне было скучно, я решил еще и альфу волка притомить. Но только четко змейка сорвалась и лишний раз ударила. Два раза лишних. Ну, ладно, что, 57% да и фиг с ним. Минус полкишочек левел, да и пофигу. Или сколько там. Ну, зато хоть как-то, хоть что-то. И хватит. Вот. В общем, потихонечку, потихонечку, потихонечку. Я ждал утра в основном. Ну, да ладно. Собственно, зато альфа волк есть. Вот так вот. Такс, теперь надо как-то у вас вот это разэтовать. А тут конкретно все застряли. Вот. Ну, собственно, утром началось, а это означает, что... Сам вылез. Отлично. Просто замечательно. Такс. Ты там просто чертовски голоден, да? Поэтому я дай-ка у тебя вот этот заберу. Долбаный дождь. Вкл-выкл дождя у меня всегда так переносится на записи. Прямо конкретно передец какой-то. Ай. И богу, у меня такое ощущение, как будто сейчас вот-вот игра просто вылетит. Но это говно не вылетает. И слава богу. Да уж. Как говорится, и такое бывает. Нет, что-то тут конкретно прям долго. Как будто бы сейчас реально сервак у меня выкинет. А возможно и выкинет. Посмотрим. Просто проблема такая, когда вот так зависает, запись все равно не останавливается. и запись продолжает идти. Срань господня. Зачитаю сейчас вырезку, так сказать, из статьи, можно так сказать. Так, собран красный... Может быть собран с красного или синего куста. Его красные стебли можно заметить у подножия горных вершин, а синий в снежном биоме. Прелесть его в том, что он не привязан к определенной горе или высоте. Везде есть каменистая местность. Так, там меня не бьют. Так, давайте-ка я взвучу. Везде, где есть каменистая местность, вы можете найти данный предмет. Так, ой-ой-ой, это... Не тот, чутка нажал. Так, данный предмет, в зависимости от некоторых настроек типов сервера, редкий цветок можно найти у ягод. А, два, с фигнем. Тара-тара-тара. Если сделать терриксов, лучше доберите сюда. В общем, ничего, как говорится, там дальше нету. Я что-то забылся давненько уже читал. В общем, суть в чем? В снежном биоме синих нету. Это, наверное, описание для обычной... Да, наверное, для обычной карты The Iceland. Вот. А для The Center немножко другое. В том плане, что нету. Я здесь весь зимний биом обретел. Единственное, есть вот эти сухие кустарники, которые просто текстуры, и вот эти кусты, которые просто, собственно, обычные кусты. Я всю эту страну в гору облетел, так ничего и не нашел. Вот. Поэтому, по ходу дела, остается... Ну, кстати, у подножия горы я тоже летал, но, видать, это не такие горы, которые нужны. Вот. Суть в чем? Суть в том, что все равно ни черта нету. Ни красных, ни синих, ничего, ни черта, и... суть цветов остается только... Ой, твою мать, прогруз. Ну вот. Да ладно, у меня анкил вывалился. Ну, твою дивизию. Иди сюда, нафиг. Лазишь ты, где попало. Вот. Суть, в общем, в том, что на зе-центре, по ходу дела, спаун включен только на болоте и в плотах. В плотах... Ой, в плотинах. Долбанных, сраных плотинах. И больше нигде. Потому что я реально уже здесь всю гору это облазил, на горах ни черта нету. Вот такие вот, собственно, дела. Да, я задумался, вдруг они где-то здесь есть. То есть, там написано, типа, около камней, где скопище камней и так далее. я решил посмотреть там, где ресурсы. Ну, как видите, там, где ресурсы тоже не канает. Я сейчас кое-что вспомнил. А давайте посмотрим там, где я раньше лутал. Камень в большом количестве. Туда надо вниз спуститься. По сути, это и гора, и там дофига камня. Хотя, нет, я там не видел. Я там видел только обычные кусты и всё. Да уж. Ну, единственное, остается только ещё раз поискать в центре. Сейчас вот около этой горы посмотрю. Поищу в центре на болоте. Ой, не на болоте, ну, чуть дальше болото. Ну, и уже буду подытоживать, где есть, где нету, и что за центр вообще себя представляет. Твою мать. это чётко очково, когда просто ищет динозавр и зависает в этом воздухе. Да уж, в общем, и такой остров тоже не канает. Как бы, вроде бы, типа, гора, скала, все дела, но тоже не канает. Опять-таки же, я вспоминаю, как я бегал на подкове, и на подкове тоже я не видел никаких ни цветов, ничего, и походу на зацентре просто в целом всё это дело отключено. Остаются только болота и плоты. Собственно, к плотам сейчас плотинам. Сейчас я полетил. Так, на таком острове, ой, острове, в общем, на таком месте тоже ничего нету. Решил, в общем, посмотреть все-таки, на всякий случай. А вдруг? Ну, тоже, опять-таки же, обычная тока трава. Вот. Ну, а, собственно, здесь уже, как таковое, проблем нету. Единственная, пожалуй, проблема, это то, что бобры, бобры, они хотят всегда вас убить за такую фигню. Вот. Поэтому, как бы, либо избавляться от них, либо негаться от них. Боброчок, ты какого левел... О, я может так томить? Вот это поворот событий дня. А я не знал. 35-й левел. Мелкий левел, однако. Вот такие вот дела. так, давайте-ка сейчас избавлюсь от... А как избавиться? Да, твою мать, давай уже прогружайся. Сраная карта. Сам главный, сколько тут стояло, ничего не прогружалось. прогружаться. Такс. Делаем вот так. Как вы видели, там уже цветки есть. Залетаем. Блин, зараза, анкило зацепился за построечку. Да, твою же шметь, а. Ну, кранты им. А нет, все нормально. Решили не агриться на анкило и все пучком. Чутка неудобно кицали. Вот, видите, да? То есть я одну плотину открыл. Так, там больше никого нету, да, все нормально. Одну плотину открыл, ну, и все остальные за мной побежали. Теперь выруливаем их всех сюда. Сейчас они все спрыгнут вниз и все будет нормально. Почему вниз? Ну, чтобы не заморачиваться с убийствами и так далее. Да и убивать. Смысл их убивать? Пускай себе там бегают. Они иногда даже внизу начинают строиться, в чем весь прикол. И иногда можно и там даже подлутаться. Улутался. Один раз только такое было, но суть в том, что возможность есть такая. Такс. Теперь уже слезаем и по безопас... О, твою мать. И по безопаске уже, собственно, все это дело лутаем. Да ладно тебе, в натуре хорош, блин. зацепился за голову. Вот, собственно, те самые цветочки. Цветочки, грибочки, тут уже что хотите, то и лутайте. Лучше всего лутать абсолютно все. А потом, если не нужен, то дерево просто выбрасывайте. Вот. Почему лутать все? Потому что в ваших же интересах, чтобы они побыстрее построили новый. Вот. И именно благодаря этому из-за того, что уберется плод... Кстати, Анкил очень хорошо паует. Это мне доставляет огромное удовольствие. Из-за того, что уберется плод, будет и больше шансов на то, что побыстрее появится и так далее. В общем, они не строят там, где уже есть у них плотины как постройкам. Да уж, ну я вздец какой-то. В общем, слава богу, все, как говорится, целые и здоровые. Но меня просто-напросто выкинуло сервака. Просто все и выкинул сервака. Я приземлился на остров, чтобы все нормально, типа, показать, что-то, когда-где. И меня бах, просто я вылетаю. Все нормально, все хорошо. Если в первый раз у меня отключился интернет полностью, ну, они меняли оборудование и там около 15 30 минут не было интернета, то тут я просто офигел, просто у меня игра вылетела. И это нормально. Так, еще им тебе вкачать. Ты кто? тут у меня кецаль, тебе надо вес вкачать. Вот. И вылетаю я на таком действии. Я сижу на анкиле и смотрю на змею. И вот на этом моменте я вылетаю. Единственное, что у меня мысль в голову какая приходит. А стоят они на пассиве или на нейтрале? Потому что, если они стоят либо на пассиве, то это было бы как бы сдав всему. Но, когда я зашел в игру, собственно, я не возродился, а я просто-напросто проснулся. Вот и хорошо. Так, ладно. Так, вы стоите на нейтрале и это хорошо. Это просто замечательно. В общем, они раскидали его и на том хорошо. А потом я кое-как эту тварь к себе призвал, потому что, ну, кстати, не только ее, походу, я раскидал и тут вообще свою политику на острове устраивали. В общем, плавает она очень быстро анкила, поэтому такая проблемка была именно потом призвать ее. Вот, смотрите, сейчас покажу. Смотрите, просто, просто, насколько это быстро анкила. А вот змея сверху падает, но долбанный дождь, долбанный сраный дождь из змей. Меня он бесит, честно, меня он бесит, меня только это уже бесит на этом сервере. Это сраный долбанный дождь из змей. Так, одну вроде бы убили, да? Отлично. Убивать могу. Давайте смотреть, что да как да где. Торпор 12 тысяч дали. Отлично, не так уж и много. Это хорошо. Это я бы даже так сказал, очень даже замечательно. Так что мы может и прорвемся до цветочков. Посмотрим. Так, ну с редкими грибами проблем нету как таковой. Потому что вот, я просто пролетаю сквозь и лутая какой-нибудь из деревьев, у меня с определенным шансом выпадают грибы. Твою мать, я опять под воду погрузился. А, анкила очень быстрая, она очень конкретно прям быстрая. Вот она, пожалуйста, 80 грибов. То есть как бы с грибами проблем нету. Хорошо, эту проблему мы решили. Но, опять-таки же, с кристаллами легче в этом плане. Там, менее опасно. Потому что здесь долбанный крокодильчик вырулит. Как он там, капра что-то там, не помню. И все. Капра зух или как он там. Ну, в общем, не помню. Я знаю, вы напишите в комментариях, я верю в вас. И напомните мне опять, потому что я вечно его забываю. В общем, лучше всего на кристаллах добывать грибы. Но, я сейчас пытался сгонять на тот остров. И там немного, это, мамонт, альфа-мамонт и рекс чутка бегает. Поэтому я сейчас буду ждать утра. Потому что сейчас в 4 часа вообще стране Господне будет темень сраная и ничего не видно будет. Вот. В общем, дождусь и глянем что-то как. Так. Вроде бы это здесь цветочек был. По крайней мере. А, ну да, я ударил и добыл кучу ягод. Да-да-да. Здесь же шанс, все дела. Страшно! Вы не поверите, насколько здесь находиться. Это просто обздец какой-то. Я готов обосраться тут, если честно. Так, да, я тут добыл этот цветочек. Твою мать, ты хорош так быстро летать. Так, нет, это не добывается. Ну да. Здесь нету... Был, был здесь цветочек один. Но, к сожалению, в нем не было ничего. Вот, опять же, змея на меня нападет 100%. Я опять ей всучу по последнему, так сказать, по последнему песку моды. Нет, нету нифига. Ой, твою мать. А, вон, вон! Прошел мимо. Вот, добыл редкий цветок. Такой красненький-красненький цветочек, камышочек такой растет. Он обычно растет в камышах, судя по всему. Вот, и... Ой, в камышах. В... Блин, тяжело показать. Арткил очень быстро бегает. Точнее, очень быстро плавает. Вот они, 50 цветков. Точно! Включительное стекло. Ой, труба. Труба, труба, труба. Вот они, видите? Красные цветочки. И теперь я иду к ним. И стараюсь добыть их. Такс. Ты что-то тут летаешь? Вот он конкретно прям... Я, я, смотрите, я сейчас вот я вперед вообще не жму. О, сарка. Твою мать, а ты-то что тут забыл? Пошел в жопу отсюда. Ой, а вас тут несколько, сарка, да? А почему эта тупая скотина у меня не хочет ничего делать? А, типа меня схватили. Понятно. А, капразух. Вот он этот капразух, скотина беспонтовая. И он, типа, меня схватил. Поэтому я ничего не могу сделать. Так? Ну, здоровья у меня еще пока что дофигища. Но! Еще беспонтовый тварь. Иди сюда, я тебя сейчас устрою, Кузькину-Матрюшкину. Капразух, да? Я тебя сейчас устрою, Кузькину-Матрюшкину. Так. Отцепилась? Не отцепилась, козлина. Я тебя сейчас устрою. Ну-ка, давай, сюда иди. Сюда сказал идти. Ее килетка-празух. Сюда сказал подошел. Ты че? Сорка бессмертная ты тварь. Поэтому таскать и меч с собой. Сюда сказал иди. Мешок с костями. Сумка ты. Дамская. Сюда сказал иди. Скотина. Вообще уже оборзили. Беспредельщики долбаные. Нет, понимаешь, что всего лишь траву лутаю. Они уже беспределят по полной. Так. Смотрим этот листочек. Так. Ну-ка, давай-ка. Потихонечку залази в воду. Ооо. Прямо потихонечку. Я боюсь вперед жать. Если честно, я боюсь вперед жать. Раз. И вот, собственно, ничего не добыл. Но ягодку я добыл. И на том хорошо. Вот. Воу. Как это быстро. Вот. Так что тоже чутка со скоростью сильно перестарываться нельзя. Но зато очень быстро бегает. Да твою мать. Пошли в жопу, сраные змеи. Я попробую еще бронта себе притомить. Посмотреть, сколько у него будет этого. Торпором. И смогу ли я бегать по воде и лутать им. Потому что самое лучшее это лутать бронтой. Потому что... Что, сдохла тварь? Сдохла тварь. Скотина. Вот. Самое лучшее лутать бронтой. Вот там пиранья уже бегают. Но я боюсь вот за этот торпор. Твою мать. Вы меня уже достали. Тупые твари. Змеи на троне. Ну, бей. Смотрите, видали сколько уже торпора? Просто оглушение летит на ура. Сюда иди. Слышь. Я тебя не отпускал еще. Вот. В общем, с бронтой я разберусь. Где лутать я показал. Эти долбанные змеи только у нас на сервере. И поэтому все так тяжело и сложно. На других серверах такого, конечно же, нет. Там просто тупо сраные крокодилы, которые очень сильно бесят. Вот. Ну, как я вам показываю, собственно, анкила просто тащит. Со своей скоростью передвижения это просто улетно. Ну, я имею в виду скорость передвижения по воде. Вот такие вот дела, народ. Ну, где грибы лутать? Я показал, как грибы лутать показать. Показал. Где цветы лутать? Я показал, как их лутать я показал. Ну, а на этом уже я буду с вами, пожалуй, прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментируть. Ну, и, конечно же, делиться своими видео... Моими видео со своими друзьями. Ты чё, беспредельная, тварь? Большого какого-то левла? Слышь? Реально большого левла. Я боюсь, сейчас в оглушение упаду. Вот сейчас давайте-ка... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. 550 левел! Давайте срочно-срочно-срочно-срочно! 45! 45 тысяч! Понимаете? 45 тысяч! Одна змея... И так малину обосрать прям конкретно. Ещё бы чуть-чуть, и просто-бы-напросто меня бы оглушило. Ну, вы понимаете, да? В чём такая вот проблемка? Иди отсюда, мелкое говно. Фух! Ну, завалили, и на том хорошо. В общем, ещё раз всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну, и, конечно, делиться своими видео со своими друзьями. А, ну ещё пишите, что вообще поснимать и так далее. Томить, не томить, это я знаю. Это... На это уходит туча времени. Ну, я в целом стараюсь показывать по максимуму. Вот. Ну, пишите в комментариях, что же вы хотите увидеть. Помимо томления. Потому что арка же это не только там, и лени, и все дела. Вот, пожалуйста, грибочки, да, цветочки собирать. Как же? И где же? Ну, вот такие дела. В общем, народ, всем удачи, и всем пока.